Гарантированная часть зарплаты бюджетников увеличится. Правительством региона утверждены изменения в положении об оплате труда работников государственных учреждений. В результате гарантированная часть зарплаты работников увеличится до 60%, но при этом размер заработной платы останется прежний. Александра Хлопкова продолжит. Основным принципом новой системы оплаты труда НСОЦ является разделение зарплаты работника на две части. На гарантированную, которая выплачивается работнику за исполнение должностных обязанностей. И на стимулирующую, размер которой зависит от того, насколько качественно, эффективно и результативно работал сотрудник. А вот структура оплаты труда включает в себя три основных составляющих. Размер оклада, ставки заработной платы – базовая часть. Компенсационные выплаты. Стимулирующие выплаты. 28 августа на заседании правительства принят новый порядок фонда оплаты труда. В соответствии с принятым порядком, доля оплаты управленческого и вспомогательного персонала в каждом учреждении должна составлять не более 40%. Сегодня структура нашей заработной платы составляет окладная часть 33,5%, стимулирующая часть 43,8% и компенсационная часть 22,7%. И применение нового порядка, конечно, структуры фонда оплаты труда позволит достичь прозрачности и защитить интересы наших социальных работников в том числе. Отныне постоянная часть зарплаты для бюджетных работников составит до 60%, а доля переменной части – не менее 40%. Ранее это соотношение варьировалось. Уменьшение или увеличение заработной платы в рамках принятого постановления за собой не подразумевается. На сегодня постановление, которое принято правительством, это постановление изменяет структуру заработной платы, то есть в процентном отношении основную гарантированную часть заработной платы и второе – стимулирующую и компенсационную часть заработной платы. То есть изменяется структура фонда оплаты труда. Такая норма распространяется на оплате труда всех бюджетных работников, за исключением медицинских работников, сотрудников культуры и педработников. Следующие параметры тарифной части заработной платы – сфера образования – не ниже 70% окладная часть, культура – не ниже 50% – 50% окладная часть, 10-15% – компенсационная, оставшаяся часть – стимулирующая выплата. Здравоохранение – 50-60% окладная часть, 30% – стимулирующая из-за достижения результатов деятельности по показателям и критериям эффективности, 10-15% – компенсационные выплаты. То, что принято сейчас для основных работников общих отраслевых профессий 60%, гарантированная часть заработной платы, конечно, это очень правильно, но мы бы хотели, чтобы это не только гарантировать, а только оклады составляли 60%. Новый порядок вступит в силу с 1 января 2018 года. Следующим этапом станет разработка и утверждение до конца марта следующего года нормативно-правовых актов об условиях оплаты труда работников подведомственных государственных учреждений. Александра Хлопкова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.